Всем привет! Сегодня я покажу свою третью удачную попытку завести ОС. Расскажу, что делать с ОСой после поимки, как её отправлять на зимовку, ну и ещё немного полезных вещей. Но я больше не буду тянуть, лишь попрошу подписаться на мой телеграм. Ссылка в описании. Давайте представим такую ситуацию. Вы гуляете осенним парком в конце октября. И тут под очередным камнем вы находите подозрительную ОСу. Вы понимаете, что обычные ОСы в такое время не ползают и ловите это насекомое. Приходите домой и начинаете рассматривать. И у вас появляется куча вопросов. А матка ли это? А какого она вида? И что с ней делать дальше? На все эти вопросы я постараюсь ответить в этом видео. Но как определить вид вы сможете узнать в группе Веспа Киперства. Там много интересной информации про ОС. Я там тоже есть и являюсь одним из админов. Там сидят очень знающие ребята, которые могут вам помочь определить вид ОСы и узнать матка ли это. Ну а также помочь в содержании. Но давайте для начала научимся быстро определять хотя бы род ОСы. Есть два основных рода. Это Делиховеспула, ее увидите на экране. Ну а также род Фаллистес. Именно эти два рода самые распространенные. Когда вы уже определили род ОСы, можно определять точный вид и узнавать матка ли это. Если у вас Делиховеспула, то тут все более-менее понятно. ОСы этого рода хоть не сильно, но отличаются между собой. И вид при желании может определить даже новичок с помощью интернета. А матки этих ОС намного больше рабочих. И вы спокойно сможете отличить где матка, а где простой работяка. Я рекомендую всегда иметь с собой сушеного рабочего этого рода ОС. Тогда будет легче определить предполагаемую матку. ОСы Паллистесами все намного сложнее. Эти ОСы все довольно похожие. И их очень много. Поэтому вид определить затруднительно даже профессионалу. А матки этих ОС вообще ничем не отличаются от рабочих. Поэтому единственный способ узнать матка ли это, поддержать ОСу пару недель и посмотреть. Если ОСа живая, значит скорее всего матка. А рабочие умирают на протяжении одной недели. Хотя в большинстве хватает одного дня в неволе. Итак, вы поймали матку. Скорее всего вы это сделали осенью. Так как весной их ловить немного сложнее. И теперь вам надо обустроить для нее временное зимнее жилище. В такой баночке ОСа жить долго не сможет. Так как ей надо элементарно полетать, поесть. Ну и они любят побольше пространства. Для этого я выбрал вот такую вот желтенькую то ли баночку, то ли чашечку. Там уже лежит туалетная бумага. Ну а также для подкормки я положил кормушку с капелькой меда. Она должна поесть ее перед входом в зимовку. Так как на зимовке в основном ОСы не питаются. Также желательно, чтобы была хорошая вентиляция в контейнере. Для этого я проделал в крышке данного контейнера довольно крупную дырочку. Ну а дальше при помощи расплавленного термоклея приделал туда кусок сетки. Также чуть не забыл про влагу. Для нее я положил в контейнер немного смоченную ватку. Этого должно хватить. Переселять ОСу надо крайне осторожно. Я это делал в довольно плотных перчатках. Ну а также крайне аккуратно открыл крышечку данной баночки. Я решил не вываливать ОСу, так как так она гарантированно улетит. И возможно меня ужалит. А возможно получит стресс и от этого умрет. А мне этого не надо. Поэтому надо просто положить баночку на дно более большого контейнера. В котором она будет зимовать. Через час ОСа линулась осваивать новые территории. И начала поглощать капельку меда, которую я для нее оставил. На зимовке кормить ОС не обязательно. По крайней мере если у вас одна матка. Но перед зимовкой откормить ее обязательно. Скорее всего через один прием пищи она не сильно наелась. Поэтому спустя пару дней я дал ей еще одну капельку. Но вот теперь можно точно отправлять на зиму. У нас зима в последнее время не сильно жесткая. Даже зачастую с их плюсовыми температурами. Поэтому я отправил эту ОСу зимовать на балкон. Там есть самое место на ближайшие пару месяцев. Ну а на сегодня все. Надеюсь вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока-пока.